Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, родной встречи с вами. И сегодня я хотел бы остановиться на том чрезвычайном происшествии, которое произошло 8 февраля в городе Алматы, в Медеевском районе. Сход оползня, который унес жизни четырех человек. Хочется отметить слаженную, нормальную работу спасателей города Алматы, которые, несмотря на те условия, в которых пришлось работать практически вручную, убрали более трех тысяч кубических метров грунта. В конце концов, нашли тела погибших людей, двое взрослых, двое подростков. Работа осложнялась тем, что очень большое количество, большой объем, получается, грязевой массы сошел. Дальше погодные условия превратили это все в единую монолитную массу. Также по оперативным данным здесь находились четыре человека, проживали, поэтому работали ювелирно. Мы старались определить местоположение пострадавших, аккуратно извлечь. Все также осложнялось тем, что конструкция здания была нестандартная, то есть постройка была из разных строительных материалов. Здесь был и каркасно-камышитовый, и кирпичные блоки находили. И все это представляло сложность в проведении поисково-спасательных работ. Это вызвало огромный резонанс не только в городе Алма-Аты, но, наверное, во всей республике Казахстан. Я выражаю свое соболезнование родным и близким погибших и хочу остановиться на тех проблемах, которые привели именно к этой чрезвычайной ситуации по данному происшествию. Если посмотреть историю этого участка, то земельный участок общей площадью 0,17 гектара с кадастром номером 2315-903-302, расположенный по адресу город Алма-Аты, Медеевский район, улица Олимпийская, 3А, был представлен гражданину какому-то для обслуживания гаража. Этот земельный участок был предоставлен 6 июня 1995 года за номером 119-4 решения главы городской администрации. Я в этот момент служил в Министерстве энергетики Казахстана. Считаю, что администрация имела право полное выделить этот земельный участок для обслуживания гаража. Спустя 11 лет, 1995 год плюс 11, 2006 год, акимом города Алма-Аты был Тасмагамбетов и Мангали, они меняют назначение целевого земельного участка на садоводство. Это тоже всё в пределах возможного, в пределах закона. В 2014 году этот участок на основании купли-продажи переходит к другой гражданке, которая подаёт соответствующее заявление и просит изменить целевое назначение использования данного участка на строительство блочного дома. В 2015 году на основании заключения земельной комиссии Акимата города Алма-Аты за подписью заместителя Акима города Булата Сурамбаева Аким города Алма-Аты Байбек подписывает соответствующее постановление и меняет целевое назначение этого земельного участка. Но, как оказалось, в земельном деле, в кадастровом деле находилось заключение городской архитектуры и градостроительства, которое указывало, что данный земельный участок частично находится в красных линиях улиц этого микрорайона, второе, полностью находится по инженерной трассировке, там проходило инженерное сооружение, далее полностью находится этот участок на тектоническом разломе. Ну, что такое красные линии на улицах города Алма-Аты до любого города, населённого пункта, потому и называются красными, что за эти красные линии никто не имеет права выходить. Что такое инженерная трассировка? Значит, там проходят инженерные сети, электросети, водопровод, канализация, телефонизация и так далее. И самое главное – тектонический разлом. На основании этого Аким города не имел права подписывать это постановление и менять целевое назначение. Мало того, как спасатели говорят, дом был построен из подручных материалов, часть кирпичная, часть каркасно-камышитовая. Здесь тоже грубейшее нарушение со стороны застройщика первое и отсутствие архитектурно-строительного контроля за ведением строительства жилого дома. Каков порядок в Казахстане применяется? Для того, чтобы начать строительство жилого дома, застройщик обязан разработать проектно-светодокументацию. Это проектно-светодокументация утверждается архитектурой города, которые рассматривают все вопросы, связанные с сейсмикой, тектонические разломы и так далее. И на основании проекта заключения архитектуры и градостроительства управления застройщик обязан доработать данный проект и сделать свой дом безопасным с точки зрения проживания в этом доме. Но видя, что там произошло, ясно видно, что дом построен был с грубейшими нарушениями строительства жилых зданий. В зоне сейсменно опасном до 9 баллов. Поэтому твердо могу сказать, грубейшая недоработка администрации города Алматы, что привело к таким вот серьезным последствиям. Тектонический разлом, само только одно слово разлом, говорит о том, что на этом разломе строить жилье категорически запрещено. Там можно построить какое-то временное здание типа гаража, в котором не будет находиться постоянно персонал, жители. Каков порядок представлений земельного участка для ведения строительства жилья? Первое. Заявитель подает заявление в Акимат города Алматы. Аким дает поручение соответствующим службам к земельному комитету управления архитектурой градостроительства рассмотреть данный вопрос и в случае возможности ведения строительства жилья на данном участке подготовить соответствующие постановления. Земельный комитет готовит со своей стороны все вопросы, которые должны быть обеспечены в соответствии с требованиями законодательства. Это водоохранные зоны. Архитектура градостроительства смотрит свои вопросы и составляет соответствующий, как мы его называли, бегунок. В этом бегунке отмечаются все инженерные сети, которые есть в городе Алматы. Значит, дается поручение электрическим сетям, телефонным сетям, канализационным сетям, газовым сетям, тепловым сетям и так далее дать свое заключение по данному участку. Если нет никаких препятствий на этом участке, через этот участок не проходят инженерные сети, службы пишут соответствующее заключение. Возражений нет. Если хоть одна служба напишет, что есть возражение, данный участок не представляется возможным для представления строительства жилья на этом участке. Заявителю дается ответ, что, рассмотрев ваш вопрос, сообщаем, что строительство данного жилья невозможно по таким-таким-то причинам. Но в случае тектонического разлома категорически запрещено строить на самом разломе и в пределах 200 метров, если мне память не изменяет, с той и с другой стороны тектонического разлома, запрещается строить здание и сооружение. Аким города совершил грубейшее нарушение, подписав постановление Акимата города Алматы. Из своей практики могу прямо сказать, как я работал при предоставлении земельных участков. Мне земельный комитет давал свое заключение, архитектура градостроительства давала свое заключение. И я еще поручал юридическому отделу Акимата города Алматы рассмотреть юридические вопросы и подготовить соответствующее заключение. Если возникали спорные моменты, я приглашал руководителей этих подразделений и нашего отдела юридического, плюс руководителя земельной комиссии у меня был, первый заместитель главы администрации или Акимата города Алматы. И мы принимали решение. Если можно, подписывали документ, передавали его соответствующим образом заявителю. Если нет, говорили, невозможно построить. И в данной ситуации я хочу отметить, что Аким Байбек на основании заключения земельной комиссии, подписанной его заместителем Саврунбаевым, тут Саврунбаев, конечно, подвел Байбека. Ну, Аким, конечно, обязан был просмотреть все документы и прийти к соответствующему своему заключению и сказать, «Нет, я не подпишу такое постановление по таким-то причинам». Я внимательно посмотрел на Саврунбаева. Это оказался Булат Саврунбаев, который у меня работал, я его взял в свою команду в далеком 1997 году в качестве заместителя, который у меня занимался этими вопросами. Но я вынужден был через два года с ним расстаться по отрицательным мотивам, потому что он оказывал преимущество определенным компаниям в городе Алма-Аты. Но он долго не огорчался от того, что расстался с должностью. Он через несколько дней стал первым вице-президентом компании. И вот здесь я четко усматриваю то, что Булат Саврунбаев подвел Акима города Алма-Аты. И это повлекло вот к каким-то последствиям. Но что еще я хочу отметить, что в этом же заключении архитектуры градостроительства было написано, что этот земельный участок находится на краю обрыва, и возможен сход оползней. То есть в том далеком еще 15-м году, а архитектура градостроительства написала свое заключение еще в 14-м году, было четко предписано, что в данной ситуации строить там жилой дом нельзя. Но то, что возбуждено было уголовное дело, я думаю, что в этой ситуации необходимо тщательное расследование со стороны правоохранительных органов в соответствии с законом Республики Казахстан. Но в этой ситуации что я еще хотел сказать? Что неожиданно мне попалось на глаза информационное агентство «Голос народа» выпустило свой ролик, и где женщина говорит, что это началось в 90-х годов, и кто виновен? Храпунов и какой-то еще Чалышев она назвала. Ну, 90-х годов, в 90-м году я служил вторым секретарем Алма-Атинского городского комитета партии. Я никак не имел какого-то отношения к выделению земельных участков. Когда подписывался первый документ о представлении земельного участка для обслуживания гаража, это был июнь 95-го года, я служил министром энергетики Казахстана. Когда подписывался второй документ в 2006 году по изменению целевого назначения участка на ведение садоводчества, Акимом был Имангалит Асмагамбетов, когда подписывался документ о выделении земельного участка на строительство жилого дома на этом участке, подписывал документ Байбек. Я понимаю, что пропаганда, которая была развязана, лживая пропаганда со стороны султана Назарбаева и руководила этой пропагандой Дарига Назарбаева вместе с Ашимбаевым, глубоко засела видимо всем в голову фамилия Храпунов. И эта женщина прямо говорит, это Храпунов и Чалышев. Фамилию Чалышева я даже ни разу в жизни не слышал. Поэтому, дорогие мои друзья, вот я вам довел мое экспертное заключение. Человек, который подписал, ну, наверное, 1300 таких документов, право устанавливающих на выделение земельных участков, поскольку в 2003 году вышел земельный кодекс и в 2003 году уже вышел водный кодекс. И правительство в лице министра сельского хозяйства, которому подчинялся земельный комитет города Алматы, требовал как можно быстрее, чтобы мы обеспечили выделение право устанавливающих документов на все земельные участки в соответствии с земельным кодексом. Земельному комитету пришлось работать и всем службам Акимата города Алматы, и мне в том числе. Будем говорить, в аварийном порядке. Каждый вечер я подписывал где-то по 300, может быть, 350 документов. Ну, представляете, какой поток был документов, которые необходимо было в течение двух лет подписать. Хочу еще отметить, что вот тот участок, где располагается этот микрорайон, когда я уходил из города, улица Аспанова, практически там ничего не было построено. Дорога на Аккаин, Аккаин тогда еще находился в Ведне Алматинской области, в сторону республиканской больницы для инвалидов Отечественной войны. Поэтому никак не был причастен ко всем этим вопросам ваш покорный слуга Храпунов. Я еще раз выражаю свои соболезнования семье погибших. Это, конечно, катастрофа, это невосполнимая утрата, одна ошибка власти и отсутствие контроля, плюс ко всему со стороны подразделения архитектурного контроля города Алматы за качеством строительства жилого дома, вот это и привело к таким тяжким последствиям. Вот я полностью разобрался с этим вопросом и только после того, как я разобрался, я даю свое экспертное заключение о том, что произошло в Алматы. Ну и хотелось бы информационное агентство, которое выпустило свой ролик в эфир, обязано было ознакомиться со всеми этими делами и после этого выпускать в эфир этот ролик. На этом я заканчиваю, дорогие мои друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и до новых встреч!